Всем привет, с вами снова ProxyDev и мы продолжаем играть в Ив онлайн. Итак, в прошлый раз мы как бы начали профессию армия, нам вот дали пушку, дали 2000 патронов, а я уже хотел деньги тратить свои и закупаться. Вот у нас тут сейчас на счету уже 372000 и так, только я подумал, вот нам тут будут давать корабль за миссию. Отлично, тут смотрите у него бонус колдарь и фрегат, но этот навык у меня не особо прокачан, но тут сопротивление счетов на 4% и увеличение ущерба, наносимого гибридными турелями. То есть вот нам выдали там пушку гибридную. Отлично. Так, мне нужно устранить пиратов и спасите гражданского шахтера. Шахтер в капсуле, выброшенный одним из пиратов. Хорошо. Еще и 53000 дадут, если я успею спасти его. Ладно, выходим из дока. Не нуждается в боеприпасах. Конечно не нуждается. Да это я все знаю, спасибо, не надо. Если что-то там рассказывали, как заряжать оружие, как вообще тут ставить его, как стрелять из него. Ну давай, переходи в варп-режим кораблик. Ну-ка это что за корабль? Шахтерская баржа. Вот кстати. Но так, так, вот эти обучающие миссии, по 10 которых каждая, я думаю все следует проходить просто, ну вот, беспрекословно. Потому что, что это? Это то есть начальный запас кораблей, начальный запас денег, то есть, ну вот, тебе не нужен шахтерский корабль, нахрен он сдался для тебя. То есть, ты берешь его, продаешь, ну и выручишь денег, тоже довольно хорошее количество. Можешь вообще продать все корабли, купить какой-нибудь такой уже, ну вот, такой довольно хороший корабль себе, вот уже лучше вот этих, которые тебе давали. Можешь наоборот, там, сохранить корабль, там, ну также продать некоторые, купить более лучшее вооружение, там, какие-то навыки себе прикупить. Не знаю, деньги, ну это ваше личное дело, как ими распоряжаться. Но я, наверное, получу все корабли, полетаю на них, изучу что-то как. Наверное, оставлю себе по-самому хорошему, а остальные продам. Ну, потому что, не знаю, зачем они мне. Тем более, что они будут тут стоять в ангаре, я не хочу все время летать сюда за ними. Так, кстати, надо записать точку, а то я потом корабли-то свои не найду. Так, это что у нас? Да, это такой же, как у меня корабль. Ну, уровень опасности низкий у них, так что, ничего, не стоит их бояться вообще. Конечно, 20 километров, ужас. Чего они летают на таком огромном расстоянии? Плюс они еще и не помогают друг другу. Ну, хотя на таком расстоянии, я уверен, они не видят вообще, это невозможно. Я даже их не вижу. Ну, хотя я не знаю, какой там рация, там, сообщить как-нибудь, что вот, мол, на радаре появился какой-то типу ган на корабле или летит ко мне. Вот, он меня уже в цель взял. Мы тут это обстреливаемся, помогите, не знаю. Что-нибудь в таком духе, но все-таки странно немного. Ну, все-таки это ж так-то жанр ММО. Ну, вот, кто играл в обычные ММО, типа World of Warcraft. Хотя нет, смотрите, они летят нападать на меня. Сейчас я захвачу цель. Ой, да я его сейчас за два выстрела сломаю. Что-то у меня не активировалась пушка сразу. Да они даже пробить меня не могут. Такая фигня их корабли. Бред. Я их сейчас поломаю. Главное, ближе подлететь, то мои пушки не достают. Давай, пятьсот метров сближайся. А, взорвано. Он пошел доминировать над теми, которые летают. Смотрите, сколько мне снесли все эти ужасные выстрелы. Я это уже восстановил. Так, так-так-так, вот, наводимся на этого, захватываем цель. Сразу два орудия включаем. И мощным выстрелом сносим корабль врага. Так, также берем в орбиту этого. Вот, даже можно вид от его корабля. Вот, как я такой вот злодей его уничтожаю. Кстати, где мой корабль-то вообще? Вон, мой корабль кружит. Смотрите. Бух! Его разорвало. Карго-контейн. Так, в этом контейнере у нас человек. Это, конечно, довольно вообще выглядит так забавно. Шахтерские это группа людей. То есть в контейнере... Они держали шахтеров в контейнере. Ох, жесть. Ладно, наверное, контейнер там большой и вообще места там много. Хотя, реально, контейнер по сравнению с кораблем... Ну, мне кажется, один человек там бы поместился, но в контейнере, в космосе летать... Это же должен быть контейнер достаточно герметичный и закрытый весь там... Утепленный, чтобы не замерзнуть в космосе. Хотя, еще неизвестно вообще, есть ли холод в космосе. А, неважно. Это уже к ученым с такими вопросами. Моё дело... Спасать шахтеров и получать новый корабль. Да, правильно. Еще бы они не разрешили мне войти. Так. Сдаем задание. Завершаем вот. Так, я пока не буду запрашивать задание. Я активирую свой новый мега-корабль. У-у-у-у-у. Радость, прыгаем отчасти. Да, уж мне не очень нравится по одному вот так переносить. Ау. Да, и вправду, есть кнопка снять. Что-то я затупил. Так, а этот сколько стоит? 52 тысячи. Сейчас я характеристики посмотрю. Так, характери... Так, описание на 7-5 процентов. Что-то там чувствительности бортовой. У этого. Так. Прочно расстойчивый корабль. Бригад поддержки. Ну, я не знаю. Наверное, я его продам. Нахрен они мне нужны. Хотя я этот... Да я этот тоже продам. 502 тысячи. Все, уже лучше, чем... Я не буду же... Как его продать? Так. Показать содержимое. Тут ничего в нем нет уничтожать. Я его тоже не буду. Продать этот предмет. Эм. Окей. А как? Я не знаю, как его... Снять все модули. Да. Давай. Так. Разберите предмет и попробуйте снова. Ну, я не знаю, как это разбирать. Так что я не буду ничего лишнего тыкать. Это... Вот. Можно на этом попробовать. Так. Ну, это с этим... Тут даже нельзя его отправить на переработку. Ну, вот. Кстати, кораблик нам выдали такой. Да. Как я его показываю, это интересно. Такой довольно интересный. Кстати, военный... Военный корабль. Блин. Вот. Вот. Три пушки на нем можно ставить. Что я и сделаю сейчас. Три пушки. Все их заряжу по полной. На максимум, как говорится. Так. Ангар. Мне нужно показать содержимое. Ну, давай. А как это забрать-то отсюда? Ай, блин. Ладно. Активировать. Все на склад. Активировать. Так. Со склада я и... Сейчас посмотрим, сколько тут слотов для начала. Нет. Четыре слота. Смотрите. Нормально. То есть я и щиты могу поставить. Окей. Так. И изучить. Да. Пусть Motion Prediction пока что изучается. Так. Я патроны по полной себе все выставлю. Потому что не хочу, чтобы в каком-нибудь затяжном бою у меня вдруг кончились они. Так. Надеюсь, мне всего хватать будет на этом корабле. Так как он боевой. Ладно. Берем новое задание. Так. Стоп. Я вообще что-то не прочитал сначала. Необходимо выполнить следующие задачи. Уничтожьте пиратов. Доставьте секретные документы из контейнера, которые они оставят после принятого задания. Ооо. Рокет-лаунчер. Это отлично. Это отлично. Так как колдария это единственная раса. Ой. То есть не раса, а национальность. Которая, по-моему, может использовать рокет-лаунчеры. Пропульсор джейминг был. Ну, еще 106 тысяч. Ну, вообще хорошо. Так. Что ж. Стоп. Нет. Блин. Ладно. Я только начал читать просто и это. Ооо. Это кто такой? Да это же... Колдарий дестрой. А что ему тут... Что он вообще себе позволит... Э, в долг меня впустить и там злодей какой-то летает. А я на своей... Мушке. Не могу таких злодеев уничтожать. Так. Генераторы стазис-сети. Это модули, уменьшающие скорость движения кораблей противника. Ну-ка заглянем, заглянем в наш... Так. Ты подвинься. И ты это, закройся. Опа. У нас и рокет-лаунчеры и... Хм. А это... А это... Хорошая новость. Да окей. А рокет-лаунчер куда? Лайт-еон-бластер. Аптимальный ущерб в секунду 16. 10. Ой, нахрен эту гантлинг. Лучше рокет-лаунчер себе. Ясно. И всё с вами ясно. Ладно. Неважно. Рокет. Без него вылечу. Выходим из дока. Так. Установка, модуль. Ну я его установил. Я это всё знаю. Применение. Только на расстоянии... А, ну 10 километров это нормально. Я думал 10 метров. 10 метров это вообще нереально подлететь. Переходим в варп-режим. Всё равно хочется какой-нибудь такой большой корабль. Кстати, вот этот в варп-режим быстро перешёл. Ему не надо было полчаса подготовки этой скорости. Подъёма скорости. Мне кажется, довольно быстрый кораблик должен быть. Ну в конце всё равно ещё дадут какой-нибудь корабль. Который, по-моему, лучше этого. Так, летим. Ого, 97 километров. Да вы издеваетесь надо мной. Ладно. Воу. Я... Воу, я сагрил всех. Ладно, идём на орбиту к этого. Захватываем его. Так. Ну вон, нафигом корабли летают. Ладно, пора использовать стазис на него. Энергию кушает слишком. Штука эта стазисная. Ну ладно, буду использовать её. Да чё-то они вообще быстрые. Хотя чувак тут вообще стреляет в меня. И летает рядом со мной. А я всё стазисами балуюсь. У меня тут три пушки так-то. Я его взорву. Кстати, я взорвал тот корабль. Воу, прикол, да? Хотя и стрелял я по этому. Но и этого я взорвал. Я их взрываю за несколько выстрелов. Для меня это вообще никакого труда не составляет. Вот. Сразу тыкаем на три пушки. Активируются две. Неважно. Всё равно они его уничтожают. Так же стазис используем. Всё. Был корабль. И нет корабля. Так, отсек пуст. Ну конечно же. Да, вот это бой. Столько кораблей сразу меня атакуют. Я на орбите. Три пушки. Три пушки, один выстрел. И с каждой, и врага словно бы и не было. Опять. Тыкаем на три пушки. Бух. Ну и вот этого. Ох, лучше бы ты улетал, паренёк. Со мной бороться бессмысленно. У меня боевой корабль. Так, а мне надо что-то там найти. Карго-контейн. Вон он. Ну уже покажи мне своё содержимое. Контейнер. Вот этот кораблик мне нравится. Ну, хотя у него вооружение достойное. Но это вот мне нравится. Всё отлично. И контейнер сразу растворился. В остове от корабля ничего хорошего нету. Возвращаемся в док. Обратно в док, обратно в док. За своими призами и деньгами. Так, значит, то у меня уже 452 тысячи. Конечно, там всё равно придётся потратить денег. Но всякие важные вещи. Вот это стопроцентно. Ну, я думаю, можно будет, как истинные профессионалы, экономить и летать за 3-9 земель. За тем, что на 100 исков подешевле. Ладно, завершаем задание. Смотрите. И у нас 556 тысяч. Ох. Тут нам дают... Это что? А, это ускоритель. Так, кстати, навык. Навык у нас тут. Motion Predict 8 минут. Осталось его изучать. Electronic Upgrades тоже изучается. Посмотрим, что у нас тут. Что бракетница. Так, загрузить навык. Ага. Motion нет. 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 Да. Ну и пусть они изучаются. Один изучится, потом второе. Мы по комиссии дальше повыполняем. Итак. Врага, сбежавшего от нас, зовут Тахомар. Кстати, я заметил Тахомара. Я думал, тут какой-то супербосс, но он свалил. Ускорение корабля я получу. В режим скольжения. Доберитесь до нужного участка Dead Space. Прибыв на место, найдите на территории участка Звездные Врата. Да блин, зачем они мне это рассказывают? Я уже в стольких боях побывал. Они мне про щиты только начинают втирать. Хотя, если они мне рассказывают про щиты, вот в этих боях вы видели, меня щит-то вообще не трогали. И я думаю, бой... Ну, хотя, что это всего лишь запугивание. Бой, как всегда, я вот выстрелю из всех своих трёх пушек. И он даже пукнуть не успеет. Его уже разорвёт на части этого Тахомара ихнего. Да, будет довольно смешно. Если я сейчас вылетаю, там корабль размером с эту станцию, которая меня с одной тычки убьёт. Ладно, нечего о таких плохих вещах думать. Воу, ух ты. Вот такого я ещё не видел. Мои сенсоры ничего не нашли, кроме этих Звёздных Врат. Ага. То есть... Я так понял, это Врата Пиратов. То есть они как бы скрыты в камнях. Вообще, вот это мне нравится. Только как через них пролететь-то? Блин, я не прочитал, что мне сказали. Ну ладно, приблизимся к ним. Может там что-нибудь произойдёт. А может и выйдет кто-нибудь из них. Даже не знаю. Смуглер. Хотя я нажал на них, я не знаю почему. Так. Это всего лишь то, что я участвовал в бою. Пиликает. Ладно, летим через эти врата. Что мне с ними делать, я не знаю. Вот. Я рассказывал про то, что надо читать. Я нихрена не прочитал. Конечно. Что? Это за звук был? Что? Меня эти врата ломают? Тогда я их сломаю. Ох, не нравится, как они мне щиты сносят. Подробную информацию. Ладно, я уничтожу эти ужасные врата. Потому что они мне урон наносят. Я им урон наношу. Какие-то врата странные. Почему они мне урон наносят? Надеюсь, меня и накажут за то, что я ломаю этот стык врата. Куда он вообще стреляет? О, ну ок. Да, надеюсь, их не надо. В смысле, надо уничтожать. Просто приблизьтесь к ним. Ну вот, я приблизился, такое... Меня атаковать начало этими вратами. Поэтому я их просто сломаю. Не можешь пройти? Сломай! Ну, чё, он по орбите-то не летает, а просто стоит. Даже как-то неинтересно. Так, а вид вот от этой штуки. Вон мой кораблик. А, нет, смотрите, он двигается и стреляет в одну точку. Ты когда что, уже убьёшь его? Тут скала, куда ты летишь? Ты же взорвёшься. Чувак, не надо. Вон в орбиту не хочет. Что? Я вообще двигаться чуть не могу. Короче, нам просто остаётся сидеть, смотреть на это... Куда? Нет! Вот как надо. Залетать и залетать в астероид. И вообще ждать, пока броня слетит. Кстати, тут ещё одна броня. Так что, стреляя сквозь астероид, я уничтожаю эти врата. Потому что нехер через них летать. Это моя территория. И они знали, на что шли, когда строили тут эти грёбаные врата. Я о них ничего не слышал. Они мне не заплатили за безопасность. Так что, пора им умирать. Ну уж давай, быстрее уничтожай. О, какое-то хоть хождение по орбите началось. И выстреливание в разные места. Блин, надо же, кстати, отлететь. А то меня взрывом может убить. Ладно, на последних секундах, минутах, что там. Секундах, скорее всего. Жизни этого, этих замечательных врат, я надеюсь, я отличу. Так, у меня тут патроны уже на исходе. Так что, вообще не прикол. Чуваки. Блин, я патроны забыл. Ага, как я слетаю, так сразу он опять целый будет. Вот, как мне кажется. Ну уж давай, не подведи уничтожку. Да я вообще не надо на орбиту, просто пусть близко подлетит. То, что у меня Дайность 500, мне нужно, чтобы не царапнул. А именно, вообще жесткий мега дэмэдж. Вот такой вот раздробил там. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Нет. Ближе. Хочу ближе. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну давай. Осталось. я вообще не вижу куда он стреляет вот сюда стреляет все одно место бух фери да ну какие-то взрывы запоздал и немного честно говоря как бы взорвался и к взрыв позже последовал ладно я его взорвал я его убил так летим в док супер варп двигатель с помощью которого я прохожу сквозь астероиды ухты красивое ущелье так что-то у меня с камеры немного он не хочет не хочет идти вар прижим а вот он через астероид пролетал все переходим вар прижим ну давай что он делает окей все отлично врата уничтожили у кого-то бомбануло надеюсь с этих с того что я уничтожил эти врата жесткую ботруду вызвал у кого-нибудь а ладно неважно это их проблема не мои мне за это заплатят деньги дадут плюшки всякие веселые и хорошие так что я всегда в плюсе вот отлично дали ускорялку форсажные камеры увеличивают вашу скорость так патроны я себе в корабль пола нет слышь что ты делаешь так вот патрона надо опять зарядиться у меня все патроны на исходе пец так пусть патроны в корабле будут так я забыл про форсажные камеры я наверное вместо этих реликвии всяких там ужасных так а что я изучил нет я не изучил джамминг я поставлю себе ускорялку сюда ну конечно я не обладаю навыкам для одного изучил одно для другого другое сколько как все трудно ладно хрен с ним не так все пойдет все корабль укомплектовал просим новое задание о кинетический щит дадут вот это нормально вот это нормально гиперворота во время последнего задания в качестве приманки сообщение которое встретиться с лично ой да конечно как всегда там о так мне щит еще и сейчас прямо дадут вот это вообще круто но если мне дают хороший щит на задание это тут можно подумать о чем-то таком так кстати надо посмотреть 26 бонус к хитам да ясно все а тут чё какой бонус к хитам минус 35 процентов к сопротивленным действия что-то там что-то там нехорошего действия но это я тоже установлю день у меня минус избыточная скорость перезарядки у меня энергии то вообще нету вы издевать заряд будет из расхода он через 0 20 это же смешно через 7 минут ладно через 28 секунд так через 28 секунд гулять то гулять вылетаем имеют разные сопротивляемость для того чтобы выставить сопротивляемость корабля систему укрепления и методом проб и ошибок вы можете найти оптимальный хотите узнать больше нет не хочу окей я не задал место назначить так денег сколько 621 тысячу задание агентов а почему тут задать место назначение я сказал тебе да вот осталось две секунды кого сеанс вот наконец-то появилась это чё-то не выпадало так ладно двигаемся слушаем таки завораживающие звуки космоса осанны к ооо куда я прилетел ничего себе заброшенное место дадут ого это что-то такое рад вас видеть копер у меня есть сообщение от ахамар который он просил вам передать вам пришлось пройти довольно суровое испытание сражаться против наших наобранцев именовать одну из наших ловушек несомненно вам зачтется то что вы преодолели да вы угадали мы находимся в центре государства колдари но мы всегда ищем возможность пополнить наш флот вы пилоты государства намного лучше подготовлены посетите наших агентов и вступайте в наши ряды заработайте состояние которым вы и мечтать не могли мы готовы удвоить или даже устроить утроить те суммы которые предлагают вам зазнавшиеся корпорации колдари они загребают иски как крысы а глупые парни которых они нанимают получают лишь объедки вы достойны большего присоединяйтесь к нам чтобы избавиться от жадности и вероломства у вас есть немало времени для принадлежа решения но сначала вы должны пройти еще один тест атакуйте мой корабль если вам удастся выйти из этого сражения живым мы будем уверены о вашей готовности так чего у него за корабль не знаю не могу посмотреть к сожалению вот летим к нему ладно наведемся какие то ну что парень пока он даже не стреляет в меня ну что эти информацию ну что эти информацию воу парень ты чё слышь попудал что ли я ж тебя взорву ого он в меня ракетами стреляет да я его уничтожу вот ни хера себе извините за выражение конечно но это капец прекрасно а вот я не хотел тебя взрывать чувак твои проблемы хотя жалко тут нельзя корабли захват хотя нет стоп по моему можно но это но это по моему невыполнимо никак это чтобы захватить корабль нужно нет нет нельзя тут никак нельзя капсулой вылететь из корабля нет такой кнопки если бы была возможность например захвата кораблей мне кажется это было бы еще добавило бы большего интереса в геймплей то есть ты мог бы как нибудь вынудить то есть отдать твой корабль еще что нибудь ну я думаю это все вообще продумано было интересно обмен бы кораблями то есть вот так вот продаж то есть ты говоришь на то есть разводы бы уже появились такие то есть игровые типа вот давай это выходи из корабля я тебе деньги сразу перекину ну я думаю это интересно если развивать вот эту идею так отлично ладно на этом закончим я думаю с вами был прокси дэв вот мы проходим профессию армия уже многому научились нам дают крутые пушки крутые способности подписывайтесь на наш канал ставьте лайки также пишите комментарии говорите что нужно сделать может быть у меня тут есть какие то недочеты также если вы ставите дизлайк просьба написать в комментарии почему вам не понравилось видео чтобы я смог учесть свои ошибки также на нашем канале присутствует видео другого жанра такие как разводи и не плати мультики от я ради ну и конечно же мои прохождения также мы делаем обзоры на разные моды к играм советую тоже посмотреть их если вам нечем заняться вечером то можете поиграть ну до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч 5 4 5 5 6 Продолжение следует...